Будь ласка, давайте привитаем его. Бо я румун, первый мой язык это молдавский, второй это румунский, третий это российский, четвертый английский и пятый я же украинский. Ну, нехай Бог допоможе мне проповедовать украинскую. Амин. Вы хорошие националисты, любите свою страну. Я тоже люблю, будь тут родился. Но я родился в румынское село. И наши вчителя настолько любили румынскую мову, лишь бы не учить детей украинскую мову. Я ни разу не видел украинский урок. Нам дали играть в футбол, когда украинский. Мы только румынскую любили. До 16 лет я знал на украинском, на русском мову. Мама, папа, колбаса и хлеб. Да то, что надо было в магазин. Но Бог это тот, который творит чудеса. Амин. И румун сейчас, молдаван, не знаю, как вы божаете говорить. Я пастор церкви украинской церкви. И в команде маю очень хороших экспертов в украинскую мову. И один пастор говорил другим, что вас румын будет руровать. Я лишь одно понимаю, что когда Бог возьмет твоё життя, Он может творить что-то, что твой разум не может понимать. Только Бог может забрать хлопчика, который родился в селе Чудей, который доил коровы. Как будет украинский доить коровы? Я не знаю. Доите корову. Я доил коровы. И даже сникер зарабатывал на это. Еще я дуже швидко доил коровы за две минуты. И мои друзья не поверили. Я говорю, давайте засекайте время. Каждый под вас сникерса. Я 8 литров молока за две минуты доил. Не бедная корова счастливая, Бо я не мучил её много времени. А я вам хочу говорить. Я не дуже был вченный. Я не дуже был слухняный. Я любил играть в футбол. И для меня мячик был, я кидал. Я мог играть в футбол с утра до ночи. Не слухать родителей. Я мог говорить дуже багато паханых слов. Такие маты, в кавычках, верующих матов. Я не знаю, как. Бля, и разные такие. Не стынно сейчас. Но я был очень плохой мальчик. Я родился в семье 11 детей. Мою старшую сестру я в один день поклав на место. Хотя я был гораздо меньше. Поднял руку на сестру. Деколю я думал, Батьки имеют веру в Бога. Нехай они верят. А я буду сделать то, что я хочу. И каждый день в моем жизни Я желал сделать добро. И то добро, которое я желал сделать, не сделал. А то, что он не желал, Вот это сделал. Сатана, он очень хитрый. Он не против, чтобы ты назывался Религиозным верующим. Пятидесятник. О, якое имя. Баптист. О, православный. О, католик. О, ад будет полный пятидесятники, Которые не покаялись и живут в грехах. Баптисты, які блудят и живут в грехах, будут в воду. Православные, які называют себя православные. И они не пережили прощение, рождение свыше. И они не наполняются Богом. То в ихней душе Один грех и пустота Это можно назваться хиаризматом. А если в твоем жизни Не ма святости, Не ма Иисус, Яка польза Бути богатым человеком, Мати все. Мати двое руки и пойти в воду. Краще без одной руки. А в раю, Неж двумя в воду. Когда мы ехали по дороге, Елена Свечила, что мой Батько Закворил на рак. А они с мужем Молилися все жизнь, Чтобы он Спас свою душу. И три дня до этого, Как закрыты глаза, Елена Обняла батько И возле его грудь. А он говорит, Лена, Что вы говорите? Мой батько еще был слепым. Он помирает, Он не знал, что у него рак. Я ему за 9 месяцев Его хвороба Так про это и не сказала. Я думала, Что ему так будет легче. В принципе, Наверное, я думаю, Что я поступила в верно. Но он знал, Что он уходит. Он сказал, Ну, видишь, Дочка, Ты, Ленчик, Бьешься, как рыба Об лед. А все бесполезно. Ну, говорит, Значит, пришло мое время. Совершенно спокойно. Я говорю, Ну да, папка. Мы с тобой встретимся В лучшем мире И в другое время. Потом он уже, Не буду я говорить Про агонию, Но сам факт, То, что у меня было Много размышлений. Что лучше? Жить человеку без Бога На земле долго? Или, в принципе, Пройти испытание И уйти? Простите, Может, кому-нибудь Это обидит. Может, заденет. Я скажу одну вещь, Что, когда мы ехали 25 февраля, Ну, когда вот нас бомбили 24-го, да, Я еду в машине и думаю, А папа собрался раньше. И слава Богу, наверное, Что его сегодня нет. Потому что ему было бы Еще тяжелее. Он ребенок войны 43-го года. И его бы сознание Вряд ли восприняло О том, что Россия Вражеский народ. Ему было тяжело. Поэтому у Бога На все свое время, Свои сроки. И у каждого Ну, свой путь И свое место На этой земле И во времени. Поэтому Мне горча здесь, Что мы живем сейчас В это время. Это время, Ну, значит, Бог знает, Что именно в это время, В этом месте Мы должны быть здесь И сейчас. Что для нас Это, увы, лучшее. Потому что в целом, Еще раз повторюсь, Сражение идет За нашу душу И за жизнь вечную. А как мы здесь Пребываем на земле? Ну, это марафон. У кого-то он больше, У кого-то меньше. В зависимости от того, У кого какая роль В этой жизни. В целом, Просто еще раз повторю, Бог все контролирует. Он знает, Что происходит с нами Вчера, Сегодня И будет завтра. Самое главное, Что в этих бедах И огорчениях Мы просто, Ну, должны это понимать. Вот просто должны. Потому что, ну, лучше, Совершеннее, Честнее, Праведнее. Кроме Бога Нет никого. Нет иной, другой силы, Которая, в принципе, О нас заботится лучше. Никакая мать на земле Не позаботится о ребенке лучше, Чем Господь печется о нас всех. Ну, в принципе, Он доказал свою любовь. Он сына своего отдал На жертву ради нас. И Господь сам пришел В этот мир, Чтобы заплатить Собою за нас. Поэтому всего лишь навсего Верить и понимать, Что надежда Всегда есть. Слава Иисусу! А кто сможет задать Собе запытание? Стоит мать рак Быть слепым? Краще вмерти с раком, Но с Богом, Ниже с грехом без Бога? Мене уже 42 роки. Я маю 7 дедачок. Я очень счастливый папа, Тато, И они очень меня любят, И я их люблю. Слава Иисусу Христову! И я очень рад, И я очень рад, И что мои дети, Крок за кроком, Кожи принимают Иисуса. В этом году, Эстера приняла Водное хрещение, И для меня это Велика радость. В 15 лет она говорила, Я маю желание Мать Господа в жизни и сердце. Я начинал говорить вам Про моё життя. Знаете, Я рос в христианской семье, И тоже называл себя христианином. Но когда я один раз З школы, Ну, Шоу домой, Мой друг, Сосед, Сосед мой, Говорит, Зайди до меня. Я зайшов, А он закрывает дверь. Я говорю, Хочу тебе что-то Дуже интересно показать. Я думаю, Що це таке? Мы дома не мали телевизора, А він Мав телевизор, Имел видео, И его батько Працював у полиции, И принес ему Касеты с порнографией. И говорит, Я хочу тебе Это показать. Я говорю, Не, я хочу идти домой. Не, не, Ты можешь бачить это. Закрыв дверь, А я там сидел И бачил Цю грязь. Подросток, Мені тоді, Может, Было 13-14 роков, И это Было для меня Еще один крок Все про твое життя. Я играл в футбол, Мені тоді, Мені тоді, С тоді. Тоді, Мені тоді, Мені тоді, Мені тоді, Тоді. Я говорю, нет, нет, ты что, ты грешник. Я говорю, ну я грешник, я хочу тоже Духа Святого. А он говорит, ты что, шутишь? Дух Святой, Он Святый. Если ты желаешь Духа Святого, тебе нужно покаяться. Тебе нужно взять всерьез жизнь. Я говорю ему, возьми меня с собой. И знаете, были в моем жизни три дня, когда Бог проговорил до меня, и все сменилось. Это было пятница, я играл в футбол. После того, как я выиграл 11-0, но побил с лучшим другом. Говорю плохие слова, сел на лавочку, потом думаю, какой я дурной. Мои родители в церкви, они молятся Богу, противопосятся, а я тут, как дурный, бегаю за одну шкуру мячика. И грешу перед Богом. Я помню, это было пятница. После обеда я зашел в церкви, склонил колено, и я говорю, Боже, допоможи мне, дай мне час, покаяйтеся. И знаете, очень часто мы говорим, Боже, если ты меня спасаешь, я буду тобой слушать. Было так в вашем жизни, или нет? У меня очень много раз. Я говорю Богу, обещал Богу. И как прошла ця проблема снова. Я пришел домой. И в цей час мой брат, он видывал молитвы. Вечером я поднялся в своей комнате, потому что мы имеем два дома, в родительском. Поднялся от почты. Молодой парень, после футбола, волейбола, знаете, втомленный, но никак не могу заснуть. Как будет украинский? Не могу заснуть. Не смогу заснуть. Дух Святой видывал меня. И Дух Святой задает мне запитание. Костя, если сегодня придет Иисус забирать церковь, или придет кинец этого мира, в таком состоянии, как ты есть, ты будешь вознесен или остался? Я задам вам этот вопрос сегодня вечером. Это вопрос. Дорогие друзья, украинцы, если сегодня придет Иисус забрать свою церковь, в таком состоянии, как ты есть, ты будешь с ним на небесах или в пекло с дьяволом? Ничего греховного на небе не будет. В Царстве Божьем грех не будет. В Царстве Божьем будут только те люди, которые покаялись у своих грехов. Что это означает слово покаяние? Дуже богато людей боятся слова покаяние. Это страшно. Дуже богато людей боятся слова операция. Кто любит операцию? Поднимите руку. Если бы вам сказали, завтра тебе нужно делать операцию в сердце. Кто хочет? Давай, я хочу. Все боятся. Покаяние. Дуже богато грешники боятся слова покаяние. Но это очень важливо, потому что как мы нашу брудную одежду, наш брудный одежда, что мы сделаем с ним? Дамы знают, что? стиральная машина, химчистка, порошок, МВИ, Ариэл, одно другое, чтобы она стала чиста. Что мы можем сделать с нашим душой? Мы сможем иметь прощение только через кровь Иисуса Христа. Если мы просим у Него прощения, если мы признаем, если мы понимаем, что мы имеем грехи, и только Он сможет нам допомогти. Я этого не понимал. Дуже много раз я думал, я не такой плакой мальчик, я никого не убил, я никому не подпалил дом, я чужой, я не очень наркоман, ему нужно покаяние, а я нормальная дама, а я нормальный мужчина, а я нормальный, я так рахував, что я нормальный пацан. пришел до церкви, потому что мама и папа говорят, ну, давай, может, видуешь церковь. Я так сильно любил футбол, что играл в футбол, папа мав жигуль зеленый, я там научился на нем ездить, когда мне 15 лет и мост сорвало один раз ему, когда картошку тянул сзади, там прицеп, но я знал его по звуку, и когда я играл в футбол, я чувствовал, что папа идет за мною, на собрание взять, вечером на 5 часов, я смотрел, где самое близкое дерево, раз, побежал, поднялся на дерево, закей, папа пришел на стадионе смотрит, кости есть, нету, папа уехал, а я спускался, играл в футбол дальше, и папа говорит, где ты был, я говорю, папа на стадионе, а он говорит, я там был, я шукал тебя, я говорю, папа, я там был, ты не видел меня, просто я лезал на дерево, и там я спрятался, и знаете, богато из нас, мы шукаем грех, шукаем на солоду плоти, но не шукаем Бога и прочим, но я благословляю той день, когда я пришел на собрание, вы, я не мав мысли, кайтыся, я не божал Бога, я просто пришел посмотреть, где моя девушка Оля, посмотреть ее, посмотреть молодежь, думал, давай посмотрю, что там творится на собрании, но в один момент Бог начинал говорить к мне Костя, тебе нужно прощения и знаете, мой отец начинал говорить за прощение а я думал, это для моего брата, это для тети Таня, это для того, а Дух Божий говорит, нет, тебе нужно прощение, я помню десять хвилин мой батько, который был пастором церкви говорит, грешник, тебе нужен Иисус, первый раз за 15 лет я почув эти слова в мой адрес, как будто на собрании было 300 людей, как будто никто не был, и Бог говорит со мной, я говорю, Боже, ну я знаете, как мы люди, мы желаем, чтобы эти слова не зашли, но это слово не для меня, но это не я, и мы когда мы грешны, мы желаем брать маски и показать, что я добрый, но Дух Божий не залишил меня, я очень благодарю Богу, что вы не убеждали, как будет, переконав меня, что я тот грешник, который потребует Иисуса, и я в тот день ели, тяжко поднялся, я сделал первый шаг и пришел на алтарь церкви, 300 людей, как меня накрыла благодать Божия, я починал плакать, я помню тот день, я говорил Иисус, прости меня, Иисус, веди в моем сердце, Иисус, очи душу мою, Иисус, вини меня от плохих слов, Иисус, дай мне новое життя, Иисус простил все мои грехи, Иисус отродил меня духом своим и словом своим, Он сделал мне новое творение, как будет бетонная плита, снялась моей души, и я стал свободный и радостный, слава Иисусу, я пришел домой, мама говорит, Костя, нужно убирать в сарай, говорю, хорошо, мама, я пойду, нужно дойти корову, хорошо, мама, я пойду, а мама смотрит на меня, говорит, что творится с тобой, ты колись не был слухняный, я зараз все сделаю с радостью, я говорю, мама, я принял Иисуса Христа, и Он сделал меня свободный, с того дня, мне 42 роки, с 15 роки, кто быстро может читать, сколько роков я уже с Богом, 27 роков, за 27 роков я ни разу не дрался, я ни разу не говорил маты, я уже 21 год, я женат, скоро будет 22, я ни разу не назвал мою дружину иначе, чем любимой, дорогая, я тебя люблю, я не помню, чтобы мы хоть раз поссорились друг с другом, и старый Костя умер, и я родился в Христе Иисусе, я мою новое життя, потому что Иисус Христос, Он живый, Он умер и воскрес, чтобы я мою вечное життя, и первое чудо, что я чувствовал, что я прощенный, что я новый, а кроме цеха, крымцеха, я приобрел от Римова вечное життя, мое имя записано в книгу жизни, твое имя записано в книгу жизни, чьи не? Я хочу, ты божаешь, чтобы твое имя было записано в книгу жизни, то мне потребно две вещи заработать, кто хочет знать, что эти, какие эти две вещи, поднимите руку, я расскажу вам, хотите или нет, на основе Библии, поднимите руку, кто хочет знать, вот какие две вещи нужно делать, чтобы иметь вечную жизнь. Поднимите руку. Кто хочет это? Есть такие люди? Вот одна рука, два. Вам могу рассказать. Вам два. А кто еще? Вам не интересно? Еще одна рука. Хорошо. Ради вас скажу всем. Две вещи нужно сделать, чтобы иметь вечное жизнь. То, что Иисус говорил, апостолы и божьи люди. Первое. Залишать грех и прийти до Бога. По-богословскому то я еще выкладач богословие. Це означает обращение к Богу. Как будет наукрая? Наверняня до Бога. Давайте все вместе говорим ці слова. Наверняня до Бога. Один, два, три. Наверняня до Бога. Наверняня до Бога. Це перше. Що це означає? Я був грешник. Я убегал от церкви. Я убегал от послушання Бога. Я убегал от Библии. Я убегал от добрых дел. Я убегал от Божих истин. Але в один день я зразумію, що я грешник. І мені потрібно Боже прощення. І вірою я увірував Ісуса Христа. І Він простив мої грехи. Два елементи включаю в собі Наверняня. Покаяння і віра. Покаяння – це зразуміти, що ти маєш п'ятна, гріхи на душі. Зажалеть. Жалкувати. Просити у Бога пробачення. І залишити цей гріх. Це покаяння. Покаяння – чотири шаги. Перше. Зразуміти, що ти грішник. Жалкувати. Просити у Бога пробачення. І хто крав – більше не краді. Хто блудив – більше не блуди. Хто смотрел порнографію – більше не смотри. Тому що Ісус Христос святий. І якщо ти бажаєш мати вічне життя, ти просиш у Бога пробачення. І Він тебе прощає. Амін. І друге. Коли ми говоримо про навернення до Бога – це віра. Покаяння – це негативний фактор. Не дуже нам приємно плакати, як я плакав перед церкавю. Але коли ти плачеш, серце становиться чисте і добре. Тому що Бог помилує нас і прощає нас. Амін. І друге – це віра. Коли ти говориш, Ісус, ти мій спаситель. Я вірю, що ти мій добрий пастер. Ісус, вийди в моє серце. І коли Він прийде, Він трансформирує тебе. Дає тебе чисту душу. Білу одежу. Запишет твое ім'я в книгу життя. І Бог так полюбив Бог цей світ. Що віддав Сына свого единородного. Даби кожен, хто вірить в Нього, не загинув. Але мав вічне життя. Амін. Дуже чітко Біля говорить. Хто покаєтесь і веруйте в Евангелі. Це була перша проповід Ісуса Христа. Обращення к Богу. І друга. Друге. Хто хоче знати, що потрібно зробити люди. Багато людей сьогодні в Україні говорять, Господи, Господи, пробачь нас. Ми веримо. Кто верить в Ісуса Христа? Майже всі. Я верю, що якщо я спрошу, Майже всі, ви піднімите руку, що ви верите, що Ісус є Господь, що є Спаситель. Амін. Ви верите в це чині? А вторе. Ісус говорив, хто верить, і кріститься, буде спасен. А хто не верить, буде осужден. Друге, що потрібно, щоб мати вічне життя, ми маємо бути в завіці з Господом, заповідь з Господом, завідь з Господом, через водне хрящіни, поверить. Дуже багато людей говорять, о, я верю в Бога, да, але ти як віриш? Як написано в Библиі чи ні? Ісус говорив, хто верить, і кріститься, буде спасен. А хто не верить, буде осужден. Зараз я працюю з переселенцями в Румынії. Сотні наші українці, всіх годів в Румынії прийняють Ісуса Христа. В 11 городів ми служили на Різдво, і ми поклали постанову Рождества Ісуса. П'ятьсот наші українці покаялись, приняли Ісуса Христа верою, і зараз майже во всі города Румыні, де українці, прийняють водне хрящення. Зараз ми готуємо ще п'ять людей, вже 2-е чи 3-е водне хрящення в Бістриці будуть прийняти хрящення. Констанція 6 людей прийняють хрящення. В 12 городів Румынії я організовував церкви там і центр допомоги для українців, і Господь Ісус спасає душі людей. І я дуже радий, що сьогодні можу бути з вами тут. Я дуже сильно люблю вас. І я говорю це не тому, що хтось мене платить за це. Я кажу вам, я ранок пішов в церкви в 9 часів. Я дому ще не був. Я мав зустріч за зустріч. І сразу ми летали до Новоселіця 140-150, щоб бути на 5 часів. Хоч мокрий асфалт, а Сережа говорит, Костя, ну поменьше. Я говорю, молю, все буде добре. І Бог помолв нам прийти в 5. Ну я тоже имею за що каяться, що только гонял так сильно. Пусть Господь мене простит. Але це ради вас, щоб бути вовремя. Це тож не извинення, да? Бог мене змінило, і коли ти грішиш, то би прикро, і ти бажаєш простити. Простити у Бога пробачення. Дуже багато разів люди запитають мені, а скільки раз потрібно нам каятися? А я говорю, скільки раз потрібно митися? Скільки раз потрібно, ну, чистити брудной одяг? Кожний раз, коли він запачкався. Всіхотні, я думаю, що кров Ісуса має силу прощати нас від всякого гріха. А тільки той, хто кличе ім'я Бога, буде спасений. Амін? Дуже, я був в Румыні зараз, в Констанці, запитав наші українці, кому потрібно прощення? Одна жінка говорить, нам всім потрібно. А я говорю, а хто? Бажає прощення. І знаєте, дуже часто ми говоримо, нам всім потрібно прощення. Ну, не все хочуть каїться, не все хочуть верити в Ісусу. Був один дуже знаменитий чоловік з Германії, Рейхард Бонке. Хто слышав про Рейхард Бонке? І там у них було толк-шоу. Прийшов один атеїст, говорить, я хочу, ну, на телевідні, Бонке, с тобою, я буду доказати людям, що немає Бога, немає прощення, а ти будеш доказати, що є Бога, є прощення. І він задає Бонке один, одне запитання. Бонке, ти говориш, що Біблія твоя говорить, що кров Ісуса має власть, має силу прощати від всякого гріха, дарувати людям свободу. Він говорить, так. А то Євгаріст говорить, тому, чому наш мир становиться хуже і хуже? Більше разводи, більше вбивства, більше наркомани, більше війни, більше війни. І Бонке говорить, дай я, дозволь мені відповісти тобі. Говорить, скільки у нас бомжей в Гермії? Дуже багато. І в кожному великому городі багато бомжей. В Новоселеці є такі или нет? Є. Якщо кто-то не верить, іщите, вони возле мусора, де-то там, де більше воняє, вони просто там, як мухи. К сожалению. Але Бонке задає йому, говорить, дай я задам тебе запитання. Якщо стільки води в Германии, стільки притулков і домов, «Почему так багато людей грязний ходить?» Ну тому, що вони не использують воду. А він говорить, я объясню тебе, як работает кровь Ісуса. Тебе потрібно війти в душ. Взять шампунь, поставити на голову, помыться, взяти мыло, і коли ти включаєш воду, ти просто грязь смуєш. П'ять минут, і цей бомж може становитися женихом. Знаєте, ми роботаємо з бомжами, у нас три репцентра в Черновцах. Один для бездомних, і два для наркомана. В церкві Еммануил за десять лет уже більше 70 даже наркомана були освобождені від наркотики. І сьогодні вони не имеють нову життя. Тому що кровь Ісуса прощає, вера в Ісуса меняє, і коли людина призывает ім'я Господне, він спасається. Ти можеш бути хорошим в твоїх глазах, але якщо твоє сердце грязне, і підеш в ад. А якщо сьогодні ти хочеш, зайди в цей душ покаяння, просити у Ісуса прощення. Кровь Ісуса імеє власть і силу прощати. Амин. Я хочу вам прочитати два стихи і помолимся, і я найду амин. Я знаю, як быстро найду амин, просто іногда тяжело. Послання до Ефісяна, 2-я глава, 8-й і 9-й стих. Бо спастини ви благодати через веру, а це не від вас тот дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Амин. Якщо ти бажаєш матері спасіння, потрібно, віра в Бога, яка включає в себе покаяння і оправдання. І друге, потрібно завід з Богом. Я спасен, не тому, що я добрий, зробив добрі дела, не тому, що я плодив за поману. Ти можеш дати все твое іміння. Це не дає тобі прощення душі. Прощення душі дає тільки віра Ісуса Христа, тільки кров Ісуса Христа розвільняє, і тільки заповідь з Богом. Візьми, візьми Сережу, і поклади в тело Ісуса Христа. Водна хрещення, вона дуже важлива, бо вона соединяє тебе з Богом. Водна хрещення, одевай тебе, Боге, хто во Христе, хрестився, во Христе, облеклись. Я говорю і на русському, в некоторых стихів, я ще не учив їх на українському. Водна хрещення дуже важна, тому що послеводна хрещення люди можуть принимати причастие, тело і крові Ісуса. В нашій церкві ми не даємо причастия всем подряд. Сутрава в Іммануилі, Олеги, Іллина, були і інші. Ми говорили, те, які ще не приняли водна хрещення, повері, не покаялись, будь ласка, присядьте, тому що ви не можете принимати причастие. Почему? Потому що це тело Ісуса Христа. Ісус і апостоли ніколи не крістили маленьких дітей, а тільки взрослых. І те, які крістилися, присоединились к телу церкви, і вони принимали причастие, і були учніки Ісуса Христа. О, моє желання сьогодні, як Елена, як Сережа, як Дані, як я, щоб ми всі були части Божої семьи. І коли Ісус прийдет за тело своє, за церковь, щоб ми були божий допомоги нам. Амін. Це дуже. Знаєте, для мене найбільше чудо не було, коли Бог мене исцелив, і у мене були боли голови. Саме більше чудо, коли Бог мене простив гріхи і змінил мені. Тому що я став новим чоловіком. Я дуже щастливий. Дорогий друг, може ти устал бороться сам з гріхом. Я хочу разочаровувати тебе і скажу, ти ніколи не можеш победити гріх, тому що гріх сильніє тебе. Плата за гріх це смерть, це вина, це терзання. Але я хочу, у мене є сьогодні добрая вість. Ісус Христос заплодил плату за грех. Он умер і воскрес, щоб забрать нашу вину і дати нам прощення гріхів. Давайте скажем слава Ісусу. Дорогі українці, я хочу спросити вас, як ви думаєте, нам нужно прощення чи ні? Дорога, это для твоей души для бога я хочу спросить вас искренно перед богом кто как я когда-то понимает что ему нужно прощать мне сегодня нужно прощение бог гонял немножко за больше чем нужно молитесь за меня чтобы он меня тоже простил я хочу спросить искренно кто хочет сегодня обращаться к богу кто сегодня понимаю что ему нужно просить у бога прощение и верить в иисуса христа как личного спасителя и имеет вечную жизнь я прошу вас только тот кто зайдет в душ получает проще только тот кто поднимет руку и будет молиться его иисус прощает и освобождает потому что иисус здесь он говорит где твой метро и собранного имя мое я буду посредине иисус здесь амин и благодатью мы спасены бог не требует от тебя не деньги ничего бог требует веру твою если вы желаете молиться со мной за прощение давайте перед богом все кому нам нужно прощение поднимем рук я очень прошу поднимать руки перед богом те которые вам нужна сегодня больше прощения и вы верите что иисус может прощать вы искренне верить не Не поднимай руку, то, что сосед поднимает. Если тебе нужно прощение, поднимай руку и не стесняйся. Стесняться нужно оставаться греховным. А просить прощения у Бога, это не стыдно, потому что здесь Иисус. И Он прощает наши грехи. Аминь. Вы верите, что Иисус Господь? Каждый, кто призывает имя Господне, спасется. Аминь. Будем молиться за это. Я верю. Давайте молитесь вместе со мной. Я прошу вас, давайте повторяйте вместе со мной, чтобы это было от вашей души. И чтобы эта молитва ангелы Божьи забрали, принесли до трона Божьего. И прощение Господи, чтобы накрыло кожного с нас. Аминь. Молимся. Дорогой Иисус, повторяйте за мной. Один, два, три. Дорогой Иисус, мы благодарны Тебе за этот день. За то, что мы слышали, Господь. Что Ты и сегодня прощаешь. И сегодня спасаешь. Мы просим Тебя. Прости наши грехи. Освободи наши души. От всякого греха. Мы сожалеем, что грешили. И мы просим Тебя. Прости нас. Очисть нас. Освободи нас. От всякого греха. Иисус, мы верим, что Ты наш Спаситель. И просим Тебя. Войди в наше сердце. Меняй нашу жизнь. Для вечности. Чтобы мы были спасены. Навсегда. Иисус, помоги нам. Служить только Тебе. И иметь вечную жизнь. Мы благодарны Тебе. Что Ты нас простил. Принял. И благословил. Аминь. Позвольте мне молиться за Вас. Дорогой Иисус. Я рад сегодня быть здесь, Господи, в Новоселеце. Иметь встречу с нашими друзьями. Украинцы. Богато с них, может, и богато потеряли. Но они сегодня отримали вечное життя. Слава Тебе. Ты даруешь нам прощение. Ты даруешь нам спасение. Ты освящаешь наше життя. И мы дякуем Тобе, Иисус, за кровь Твою. Мы дякуем Тобе и за церковь Твою. Мы дякуем Тобе и за Слово Твое. Мы дякуем Тобе, Иисус, за то, что Ты и сегодня поднимаешь людей к новому житию. Я благаю Тобе, Иисус, каждого благослови. И на гайвикнему житию будет сила и слава Твоя. Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. У меня пришла такая мысль, может, еще молиться за исцеление. Может, кто-то за здоровье. Есть люди, которые болеют. Знаете, мы в церкви Мануил каждое первое воскресенье месяца молимся за исцеление. Я не исцеляю, но исцеляет Иисус. Кто в жизни хоть раз был исцелен Господом Иисусом Христом? Поднимите руку. Вот посмотрите вокруг. Сзади 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 людей. Ого-го, 16 людей, 18 людей в этом зале уже пережили Божье исцеление. 19. Вы были исцелены Богом? Слова Иисусу. Можем писать вот 20 свидетельств, уже одну книгу. Кто будет писать? Я первый говорю, я был такой больной, меня болело сердце. И за меня молились женщины в Херцу. Они были на трехдневной пост. Я пришел говорить, имею исцеление, молился за исцеление. А у меня так болело сердце. Она работала как трактор. Знаете, как мотор трактора. А еще, если пил кофе, то вообще. Сегодня я пил уже, не знаю, 4 или 5 кофе. И сердце работает. Я даже не чувствую, что у меня есть сердце. Слава Иисусу, я здоровый. После того, как сестры молились, Бог меня исцелил. Они сестры исцеляли, они молились, а меня исцелил Иисус. Раны Иисуса Христа не исцеляют и сегодня. И не важно, какая у тебя болезнь, Иисус Христос здесь. И Он может тебя исцелить. Амин. Кому нужно исцеление? Поднимите вашу руку. Кто нуждается в исцелении? Я не буду приглашать наперед. Не бойтесь. У кого есть немощь и болезнь, и вы желаете, чтобы Иисус вас исцелил? Поднимите ваши руки. Не стесняйтесь. Вы можете чувствовать прямо сейчас, что боль уходит. Если вы доверяете Иисусу, Его рану, Он может исцелять вас. Амин. Давайте помолимся. Дорогой Иисус, я прошу Тебя, исцели всякую немощь и болезнь. Во имя Иисуса Христа Божьего. Твой народ стоит перед Тобою. Мы просили прощения, Ты нас простил и оправдал. И мы сейчас, Господи, молимся и верим, что Иисус Христос исцеляет болезни. Всякая немощь и болезнь, головная боль, диабет, всякие внутренние боли. Во имя Иисуса Христа да освобождай, да уходят из тела людей. Боже, я верю, что будут чудеса, потому что имя Твое превыше всякой болезни. Иисус, Ты исцеляешь. Иисус, Ты освобождаешь. Иисус, Ты благословляешь. Во имя Иисуса Христа всякая головная боль да уходит. Во имя Иисуса Христа сердце да исцеляется. Во имя Иисуса Христа давление да нормализуется. Во имя Иисуса Христа зрение да получит свое исцеление. Во имя Иисуса Христа Назарея. Мы молились и верим. Амин. Кто согласен, скажите амин. Вы верите, что имя Иисуса исцеляет? Амин. Когда Вы пойдете домой, проверяйтесь. Если Бог Вам делал добро, приходите в церковь, в Христос для всех народов. И скажите, я был здесь на Зустре с переселенцем, и Иисус меня исцелил. Слава Богу. Амин.